Ты раскаиваешься за то, что ты разрушила чужую семью. Да, безусловно. Её слёзы, её переживания, её страдания, всё-всё-всё это, оно начинает проявляться. В семье Наташи Королёвой большое горе, а её муж-скриптизёр выкладывает пошлое видео. Мужа Наташи Королёвой, Сергея Тарзана, Глушко осудили за пошлое видео, которое он выложил в своём блоге. Недавно певица потеряла любимую бабушку, ей еле удалось слетать в Киев на похороны. А тут такое кощунство. Поклонники Наташи Королёвой под видео с игрушечной собакой стали оставлять свои негативные отзывы. Многие не так понимают, как муж певицы может так веселиться, когда она перебывает в горе. В октябре прошлого года Наташи Королёвой неожиданно запретили въезд на территорию Украины. И она уже тогда была напугана тем, что не сможет похоронить свою бабушку. И вот на днях та скончалась. Певице удалось приехать на похороны. Папарацци засняли, как певица стояла около могилы покойной, которая скончалась в возрасте 94 лет. Наташа Королёва не смогла сдержать слёз и разрыдалась, прощаясь с любимой бабушкой. Рядом с ней была её мама, Людмила Порывай, прилетевшая из Майами, где живёт последние 15 лет. А мужа рядом не было. Простите, Сергей, но у вас ведь траур в семье. Зачем такое выкладывать? Девять дней бабушке ещё не исполнилось? Какой ужас! Неуместно как минимум шутить, когда в семье горе. Или они уже не вместе с Наташей. Сергей, у вас в семье большое горе, а вы выкладываете такую ерунду. Простите, но это бахагульство в вашем случае. Возмутились этим роликом подписчики Сергея Глушко. Она была знаменитостью ещё до встречи с Икарем Николаевым. Наташа Королёва родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Её родители, Владимир и Людмила Порывай, музыканты. Чтобы обеспечить Наташе и её сестре достойную жизнь, родители не жалели себя и своих сил. Папа работал на двух работах, мама на трёх, вспоминает певица. Помимо того, что она преподавала в институте и вела хоровую капеллу, ей пришлось устроиться в универмаг и вести ансамбль. Детство будущей звезды было очень непростым. Время было тяжёлое, постоянный дефицит и купить что-нибудь было очень сложно. Очень выручала подработка матери в универмаге. Людмила не столько зарабатывала деньги, сколько завела нужные связи и получила возможность одевать, обувать двух своих дочерей. С самого детства будущая звезда профессионально занималась музыкой. Уже в трёхлетнем возрасте Наташа приняла участие в большом концерте в составе детского хора, радио и телевидения Украины, а в 12 записывала первые песни, которые принесли ей огромную популярность на родине. В конце 1980-х годов Наташа отправилась на гастроли в США, где её детская рок-опера «Дитя мира» имела ошеломляющий успех. Талантливую девушку пригласили бесплатно обучаться в американском университете, и уже через пару месяцев она должна была уезжать в Америку. Однако поездке в Штаты помешал счастливый случай. Вдруг в Киев позвонила женщина, с которой я тогда познакомилась и в Паттории, на детском фестивале. Сказала, что Игорь Николаев сейчас прислушивает девочек, и предложила попробоваться. Я уговорила маму поехать в Москву. Это решение оказалось судьбоносным. Желтые тюльпаны появились благодаря бутербродам. После первого прослушивания Наташа не понравилась Игорю Николаеву. У него были другие претендентки, гораздо более экстравагантные, чем я, 16-летние и довольно скромные. «В общем, мы получили отказ», — рассказала Королева. Но тут в дело включилась мама с её украинским хлебосольством. У Николаева в тот день был концерт в Лужниках, и Наташа с мамой пошли на него. К вечеру Игорь изванивал от голода, и Людмила на скорую руку приготовила ему бутерброда. Откушав их, Николаев подобрел и сказал, «Ну ладно, может, первая проба действительно непоказательная. Я еду сейчас на гастроли в Толин, и если хочешь, мама, отпускай дочку со мной, там посмотрим». Мама не возражала, и Наташа успешно просла прослушивание со второй попытки. Первая же песня Игоря Николаева, «Жёлтые тюльпаны», написанная для Королевой, стала хитом номер один. Композиция не только принесла молодой украинской певице всесоюзную славу, но и вывела её в финалистке престижного конкурса «Песня года», а вскоре успешный творческий союз Николаева и Королевой перерос в самый обсуждаемый брак тех лет. По словам певицы, настоящего творчества не может быть без любви, иначе всё будет выглядеть искусственно. Когда же есть любовь, получается по правде. Так вышло и у Королёвой с Николаевым. Поскольку Игорь человек творческий, эмоциональный, ничего странного не было в том, что он ко мне про интерес, вспоминает артистка. Но я была очень строгих правил и полагала, что всё должно быть только после свадьбы. Когда Наташа поняла, что ухаживания композиторам зашли слишком далеко, она сказала ему «Или официально, или никак». Николаев призадумался, но ненадолго Королёва не упустила и этот шанс. «Так как мужчины не очень любят делать выбор, я сделала его за него», — говорит звезда. «Приехала с родителями к нему домой и прямо туда пригласила людей из ЗАГСа. Они сказали, что им впервые довелось приблизываю к двум нормальным здоровым молодым людям, обычно только к инвалидам или тяжелобольным. Расписали Королёву и Николаева прямо дома». Брак Королёва и Николаева продлился 9 лет. К началу 2000-х в отношении пары начался кризис. У композитора появилась новая муза, а певица начала встречаться с Сергеем Лужко, отставным офицером ракетных войск, который после армии стал работать профессиональным стриптизером по творческим псевдонимам «Тарзан». Финальная точка в отношениях Николаева и Королёва, которая на тот момент ждала от Тарзана ребенка, была поставлена в 2001 году. «Мы с Игорем Николаевым формально развелись, когда я была на седьмом месяце беременности», – рассказала звезда. Но к тому моменту, как я начала встречаться с Сергеем, мы с Игорем не жили вместе уже больше года. Позвонила Сергею Глушко первой. Знакомство Наташи Королёвой и Сергея Глушко произошло в конце 1998 года в одном из ночных клубов Москвы. К Наташе приехали киевские подружки и пригласили пойти с ними на мужское шоу-стриптиз. Я отказывалась. «Ну какое здесь может быть шоу? Наверняка, что это ужасное в исполнении гомосексуалистов», – говорила Королёва, которая думала, что шоу будет сплошным разочарованием. Однако места уже были забронированы, и деваться было некуда. К удивлению Наташи, видевшей яркие стриптиз-шоу, она оказалась поражена эффектной московской постановкой. Вскоре она пригласилась выступить в её концертной программе. Лидером группы был Сергей Глушко, который после распада СССР и старшего лейтенанта превратился в человека без средств к существованию. Проработав несколько лет на заводе, Сергей уволился и решился связать свою жизнь с артистической деятельностью, став начинающей моделью, а затем стриптизором. Долгое время между молодыми людьми была простая симпатия. Однако спустя несколько лет дружеские отношения пары переросли в любовные. Инициатором снова выступила Королёва. Именно она сделала первый шаг и позвонила Сергею. В феврале 2002 года у Наташи Королёвой и Тарзана родился сын, которого счастливые родители назвали Архипом. А через полтора года Наталья и Сергей в обстановке строгой секретности сыграли свадьбу. Певица призналась, что став законной женой Сергея, она отчётливо и сразу почувствовала изменения, произошедших в её отношениях с мужем. «Наконец-то мы не просто какие-то сожители, какое всё-таки слой и слово, а муж и жена», призналась Наташа после свадьбы. Какой-то банальный штамп в паспорте оказался психологически очень важным моментом и для Сергея. Знаете, я замечаю, что действительно, любящие мужчины становятся уверенны и спокойны, когда понимают, что любимые целиком и полностью, их уже никуда так просто не денется. Несмотря на периодически появляющийся в смисле о расколе звёздной пары, Сергей и Наташа счастливы в браке уже около 13 лет. Любовный союз с профессиональным стриптизёром и бодибилдером очень положительно повлиял на внешний вид Наташи Королёвой. Последние годы певица, которая всегда могла похвастаться аппетитными формами, стала очень пристально следить за своей физической формой и буквально прописалась в спортзале. Субтитры создавал DimaTorzok